Рейвен, вот как избавиться от ощущения Что все бессмысленно Вообще, можно ли от этого избавиться? Как далеко некры убежали от гномиков У меня просто что-то Рейвен, вообще нету Желания вообще чем-либо заниматься Компания, вид, музыка Я сегодня пытался настроить себя на какой-то положительный лад Слушая первую эльфийскую рукопись Частично это помогло, но ненадолго Борьба, работа, ой-ой-ой Как красиво гномы начали Гномы прям, ну ладно, ладно Выбили все-таки Окей, размен в пользу Virtus.pro Хотя, разменчик забавный, конечно Так, стоп! А почему он при стрелке двойки Выбрал двойку и упал здесь на борьбу? Эээ? Я им понял А в чем был глубинный смысл Упасть с борьбуном на Странно Мне немножко непонятно Ну ладно Гном вызвал у меня вопрос Взятка у Хеслера Ну тут у обоих по взятке Правда, на мой взгляд, как бы Для некров уж больно приятная взятка Ну вообще у некров отличная команда Готовая к сезону Ну, пятисильный шестиарморный волк Чуть-чуть смущает Какая-то очень дорогая пушка А ты убежишь потом, пирожок Молодец! Минус гард мобильный Еще ГФИ Смешно, что эта дрянь может на любом ГФИ погибнуть В принципе Это очень иронично, на мой взгляд Надо зак... Ну ладно, ладно Вообще, я бректакльный Смертоукладчик Ну, я, конечно, прикалываюсь Но все-таки А зачем гномы Сами себя К углу карты гонят? Кто-нибудь мне объяснит Ну, будет въезд с смертоукладчиком в Трикуба С Джиггернаутом Это понятно Но у меня ощущение, что гномы Сами себя загоняют в какую-то очень Хреновую позицию Ты помарчил Пятисильного волка? При том, что здесь стоит гард? Ты помарчил Пятисильного катка? Серьезно? А в чем смысл марки Пятисильного катка? Пятисильного волка катком А чем ты горишь? Расскажи-ка, Рэйвен Я вот ничем не могу загореться Первый удар не прошел Вот это опасно Ой-ой-ой Блин Вот это было близко При том, что на мой взгляд, конечно Поганенько отыграл серый шмель Но повезло Повезло Коток-то с МБ Коток мог и отомстить Нормально Катаю тут Зомбю Зомбя умница Зомбя изи законтрила трех гномов Кто сильнее? Три гнома Или один маленький зомби с фендом и борьбой? Оказалось, что зомби с фендом и борьбой Но мне все не нравится, как играют гномы в этой ситуации У меня ощущение, что гномы какую-то фигню делают Ну ладно Приятные кубы Пробои очень неприятные Это, конечно, бесполезный парень в основном То есть Кроме блока ничего полезного у него не было Кроме мифического МБ Ну окей И очень похоже Сейчас могут силовую бороду покатать Есть два куба Можно сесть на мяч Ну ладно Ну да, 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 да Гонят Ну как я и сказал Ну это было очевидно Еще и пофалить можно Что характерно То есть Встать вот сюда в уголочек Да, да Наступить ему на лицо А в конце Додж Лайтмонг Мы тебя сегодня опять смотрели Ты молодец Шикарный размен Просто идеальный размен Выбить четырехсильную линейку Пусть даже ценой взял Это сказка, ребята Пока размены для Хеслера Ну фантастически хорошие В общем Единственная опасность была Когда Волк чуть не отлетел Но там была доля непрухи, конечно Привет, Сатарот Да мне даже понравилось Что у тебя Сработал знаменитый навык Под названием Сброс меча Чего никто не ожидал Ребята, а кто-нибудь видел Каток с подкатом? Ну, правильное выбивание В принципе Конечно, мечом не всегда Приятно выталкивать Но Окей Изи Проблема в том Что уже прошло половина тайма А гномы так никуда и не ушли С центральной линии Ну, даже без сброса Если говорить серьезно Ты вполне хорошо отыграл матч Без шуток Ну, двоечка выберется, да Понятненько, Рейвен Ну Если тебе нравится Значит все нормально Отличные кубы Джиггернаут работает Кстати Еще и подскок Приятный Слушайте, вот здесь Гномы хорошо разрулили Проблема в том Что гномам Скорее всего Сейчас наваляют Но Гномы, видимо, догадались Что пора Что-то как-то это Что-то делать Если они хотят Играть на результат Проблема просто в том Что А волк-то добегает Так Ладно Ладно Додж линейки В 4 плюс Это мисклик Или что это было Ну, кажись Каток готовится К смерти Ну, в смысле Иначе это не описать Ребята Это Это каток Как бы Это каток Готовится К бытию В Вальгалле Первый удар Не прошел Ну, пока Каток Что я могу сказать Ну, ладно Ладно Не умер Повезло Катку Еще Гардап Сюда Поставить Наверное Да Или сюда Да Нормально Изи Ну, гномы Как-то не жалеют Катка Еще Плохо стоят Ошиблись Рейвен А не ты ли Пустил Этот слух Не хватает Не хватает Доджа Голему Блок Гард Это отлично Но был бы еще Додж Была бы сказка Подскок Неудачный А гном Понимает Что мяч Не прикрыт Ну, в смысле Вообще Не прикрыт Блиц Катком Ааа Шестерочка Валка Вот здесь Каток Классно Сыграл Ладно Не пробил По-моему Шести Арморного Как бы Паренька Ой Ты начал С удара Големом Ну, это Как-то Жадно Немножко Не? Ну, ладно Ладно Хотелось Мяч Выбить Ну, Волку Да, Волку Нормально Волк Волк Свою задачу Сделал Изи Скатер Мяча Волк Может сейчас Еще забежать И забить Ну, вот Правда Вставать Под рыжего Ну, ладно Ладно Нагловато Сыграл В этой Ситуации Хеслер На мой взгляд Можно было Меньше кровью Это раскинуть Вот Неплохо сыграно Рейвен Неплохо сыграно Хорошо, что сработало Выталкивание для Волчика Вещь страшная Ну, Волчик Давай Опять Здесь, правда Сразу бросок На травму Нормально Не, ну По сути Все, ребята Если бы Волк сломался бы То все это Имело бы Смысл А так А так Смотрите Смотрите Здесь выбили Бесполезного Войта И нулевую Линейку А вот И тут есть Три замены Ну, ладно Две замены И еще может стать Линейка В то время Как гномы Потеряли Реально Двух Ну, довольно Одного Супер важного Игрока И одного Просто важного Типа Потеря силового Горда И потеря Просто горда Это какое-то Говнище Реролл Я думаю Будет потрачен Последний Шестерочка В 1D Нашлась Я Рейвен Свою жизнь Сейчас прожигаю Иначе Вот Не так Стильно И вкусно Как ты Но Даже Еще Бесполезнее Вот Попытка Выбить Горда С ПО Ну Нет Волка Ну Волка Или Горда Тут вариантов Было всего два Окей Волка Волка Я Так То чё-то как бы... И, кстати, в полном составе играют некры. Ну, конечно, гномы тоже в фулл составе играют, но это немножко не то. Рэйвен, вот ты представляешь, насколько бессмысленным занятием я занимаюсь? Я, короче, на данный момент... Ой, как непри... Ну, это потеряли... Это всё неприятно. Это очень неприятно для гномов. Изейшие три куба. Я, короче, Рэйвен прокачал уже восемь персонажей в ТСО, чтобы каждый день на каждом персонаже проходить крафтерские дейлики и так далее. То есть я, например, за прошлую неделю, просто ничего не делая, тупо на крафт-дейликах заработал полмиллиона. Так. Попытка фала... Ну, это, кстати, правильно. Я думаю, что результат хороший. В том плане, что сейчас пятка подбежит, наступит. Попытка выбить горды МБ. Это... Это хорошо. И волка спрятали, и всё прокинули. Волк под кучей гордов. Хотя в него вроде есть кубы. Опа! Пять-шесть и... Шесть-два. Ну всё, ребятки. Гномы как бы... В печали. У гномов вообще нету кубов, в принципе, кроме влёта катком. Ну, я имею в виду что-то интересное. Я не знаю, сильно ли покупают игровую голду. Не, я Raven делаю это по другим причинам. Понимаешь? Я вот TSO не считаю суперинтересной игрой в плане геймплея там или ещё чего-то. TSO, на мой взгляд, это перерождение линейки. В это тяжело поверить, но это перерождение линяги. И мне очень нравится собирание, например, этих... Ачивок. А есть ачивки, которые очень задолбные. Например, есть ачивка за покупку трёх самых крутых домов в игре. А три самых крутых дома в игре, это чуть меньше 12 лямов. Это как бы дохрена. Ну, каток с брейктаклом, понимаешь? Размен катка на это, каток с брейктаклом спокойно уходит. То, что встал и встал, это не так страшно. Проблема в том, что гном пошёл в контакт, которым он ничего сделать не может. Гному идти в контакт в этой ситуации без гордов в меньшинстве. Ну, как бы против некров с кучей клавсы. Но это смотрится просто смешно. В смысле, им в этом контакте делать нечего. Они будут получать пи... Ну, в общем, они и получают, по факту. Сейчас будет фол еще и подскокера. Отсюда фол подскокера. Всё, что может сделать серый ш... А, даже не подскокера. Даже вот этого. Я бы, наверное, кстати, подскокера бы стучал. Ну, окей. Ну, смотри, как же... Вот этот парень законтрил гномов. Второй тайм уже контрит. Не, ну для гномов здесь как бы жжи. Да, вот единственная попытка выбить, например, волка. Спасибо, что не двойки, например. Сейчас бы выпали бы двойки. Мы бы посмотрели бы на смерть катка, например. Да. Ой, а мне говорят, что надо попробовать этот... м-м-м... Гайлтворс. Вот. Не знаю, я... Я последнее время пытаюсь хоть как-то свою моральную деградацию остановить. Ни хрена не получается. А почему сразу не подошел? Ну, ладно. Реро-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Опасно было. Опасно. Квадра могла бы... Ну все, ребятки, все, игра кончилась. Изи для Хеслера. Хеслеру с пробоем неплохо везло, но на мой взгляд, серый шмель... Во-первых, стоит понимать, что для гномов этот матчап говно. Для гномов это очень плохой матчап, в котором им светит примерно ничего, на мой взгляд. Но тут еще стоит понимать, что шел пробой у Хеслера, и стратегия шмеля была не очень. Ощущение, что реально слабо понимает, что надо было делать шмель. Вот. Ну и стадион играл еще против шмеля. Да вообще, как бы... Практически все в этой игре было против шмеля. Ну вот. Ой-ой-ой! Газа-нигра. Вообще-то такое забанить могут. Эээ, ладно, шутка. Ну, Реген спас, Реген спас. Почти смог подпортить пилюлю. Почти. Ну, правда, гномы... Сколько их тут осталось-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь гномов. Семь гномов вне позиции против двух супер-волков. Ну, как бы... Слабо верю, что что-то получится. Да не, мне даже в ТСУ-то не особо интересно играть. Мне ничего не интересно. Кроме навязчивого желания залезть в петлю, каких-то глубинных интересов не осталось. Вот. Я абсолютно деградирую, как личность. Вот. Блин, ну, конечно, волк... А почему не рер... Ну, ладно, ладно, окей. Три куба, конечно, от волка смотрятся грязно-грязно. Три волка по обычной линейке с двумя контактами, ну, как-то вот... Злостно-злостно. А-а-а... Ну, я понимаю, что подскок, но... Два ГФИ... Стенд ферм... Удар не прошел... Стенд ферм... Ты ж понимаешь, что волк просто тебя нахрен выкинет с поля агильного, если не убьет. По своей натуре эта задумка была плохая Джиггернаута нету Без Джиггернаута это говно Ну как бы Выталкиваем бегуна Или убиваем его Бьем это Здесь просто праздник какой-то, ребят Налево Нормальный ход, кстати Нормальный ход Да, более важным игроком Попытка выбить Агилу Толкаем еще Реролл Ой, как хорошо он кидает единички В этом матче Спасибо, что бегун не умер Конечно, мы и так понимаем, что тут Вне зависимости от желаний В общем, шансов-то не осталось Никаких Гномы пытаются бороться Пытаются Но Вот это, кстати, опасно Потому что Сейчас гномик Ну, в принципе, мячик-то выбивает, кстати Блицер 4 плюс там Все дела Скаттер за поле Удачный И Вот здесь, по-моему Последний удар можно было Особо-то и не делать Ну, ладно Вот здесь Вот здесь немного Можно было не давать По сути, он чуть не дал шанс Вытащить эту игру А вот Зачем Не очень понятно Ну, вообще, конечно Изейшая для Хеслера Вот Дио Ты знаешь, что швед сегодня герой Волк поедет кушать рыжего Рыжий-рыжий Конопатый Ну, рыжий живет Ладно Я бы отогнал волчика Все-таки Ну, не знаю Ну, а что, не герой швед? Герой, конечно Ты Ты сегодня Вселенское зло наказал Вот Но теперь По волчику Можно найти 4 куба При Небольшой доле везения Этому Волку Давно пора Вальгаллу Вот Но он колена Напырил на скеле Я бы сказал Практически Бесшансово Напырил колена Вот Показал колену Что его место Герой дня Это гриф Ибер Да, не скромничай, швед Не скромничай Гриф так Шестерка Вот На бешеном Микро И креативе Швед На каждом Участке поля Переиграл колена Вот Развел его На мага Дал правильные Блоки Кинул идеальный Камень С трибун В грифа Вот Все сделал хорошо Попытка Увести Опа Ребята Это был Стэнд Ферм Чтобы вытолкнуть Волка Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ну да Надо Надо не дать Вытолкнуть Волка Конечно Красное Там будет Тяжело Да Он бежал Чтобы дать Ассист Хорошая попытка Хорошая Но кстати На мой взгляд Хеслер Слишком часто Давал удары По Волку Не бережет Он Старика Вот Волочек Там вполне Пару раз И отвалиться Мог В принципе Ну Изейшая Изейшая Для некров У нас Тут вообще Одни герои Вот Швед Переиграл Собственно Говоря Калина Значит Что у нас Там Сегодня Еще Хорошего Произошло Кто-то Кого-то Еще Там А Лайтмонг Напырил Там Ребят А вот Кстати Кощей Пка Напырил В ладдере Вот Показал Скилуху Вот Наказал Лакерка Я бы сказал Там же Еще по-моему Был Нурглицкий Нурглицкое Зеркало Вы понимаете Как бы Обыграть Пупка В зеркале Нурглей Каким Скиллом Надо Обладать Пару Сезонов И Кощей Будет Главным Кандидатом На Победу В Руббейл Вот Осталось Только Выйти В среднюю А потом И в вышку Опыт Идеально Лег Кстати Опыт Для Хеслера Очень Приятный Блока Не хватало Вот этому Пареньку Казалось По пробоям Вроде Все По равненькому Но при этом Реген И Хотя Реген Один раз Сработал Или нет Подождите Да Реген Один раз Сработал Но Проблема То в том Что здесь Выбили Всех Трех Супер Полезных Игроков А у Хеслера Повыбивали Всякий Мусор Это Повлияло Конечно